Треугольник АВС и бисектрисы, внутренняя бисектриса СН и внешняя бисектриса СН. Так вот, так случилось, что СН и СЛ оказались одной длины. Найдите разность величин двух углов треугольника. Бисектриса одного угла треугольника равна бисектрисе внешнего угла при той же вершине. Найдите разность величин двух других углов. То есть, если вы при вершине С провели, надо найти разность величин β и α. Стороны, точнее, линии НССЛ равны по условию задачи. У нас образуется такой треугольник НЛС. Это у нас развернутый угол в трех градусов. Значит, если мы возьмем только одну, по одной каждый долг, то у нас этот угол будет в 90 градусов. Да, конечно. Угол между бисектрисой и внешней бисектрисой – 90 градусов. Долг вот у нас, соответственно, по 45 градусов. Вот. Очень хорошая мысль. Действительно. И здесь 45, и здесь 45. Да. Если угол СЛА равен 130, это один угол какой-то. Это не один сбор, это просто еще один угол. Нет, ну хорошо, хорошо. Стороны, переливался. Дальше что? Задача на вычисление углов. Между прочим, я понимаю, как устроен любой такой треугольник АВС. Посмотрите. Мы же знаем форму треугольника НС. Это прямоугольный равноведренный треугольник. Так? Значит, мы его должны нарисовать. После этого мы должны здесь отложить любой угол, который вы хотите. И симметрично отложить такой угол. Понятно? Все. Ну, единственное, можно ли откладывать любой угол до 90? Боюсь, это, боюсь, нет. Смотрите. Самое такое вот крайнее положение, это когда здесь любой угол от 0 до 45. Понятно? Вот здесь там 45 минус этот угол. Вот. Да-да-да. Вот этот вот угол, это 45 минус этот. Это так называемая теорема о внешнем угле. Внешний угол, это сумма вот этих. Да. Извините, а углы альфа, это те, которые, альфа и бета, это те, которые отмечены? Нет, конечно. Альфа, это вот этот угол, это угол при вершине А. Бета, это угол при вершине Б. А если все-таки угол альфа равняется сумме 45 и... Скорее, разности. Ну да. Да. Разности 45 и этого угла. Да. То угол бета равняет 108 и их минус... Нет. А угол бета равняет 45 плюс вот этот угол, то есть одна душка. Нет. Это теорема. Да, и что дальше? Про угол бета говорили. Как я это и сказала. Ну хорошо, для того, чтобы не говорили там одна душка, две душки, давайте просто ведем такие обозначения. Вот это угол будет фи, а это угол будет пси. Тогда вы мне уже сказали такую мысль. Альфа, это 45 минус фи. Это правда? Да. Теорема о внешнем угле. А бета, это... А альфа, это 45 минус фи, потому что альфа плюс фи, это... Альфа плюс фи, это внешний угол, это 45 минус фи. Замечательно. Теперь смотрим сюда. Бета, это внешний угол в таком-то уголе. Да? Что такое бета? Это... Это 45 плюс фи. Дальше нужно просто вычислять. Вот у вас написано бета минус альфа равно. У вас есть формула для бета, у вас есть формула для альфа. Ну, слушай, это получается 90 градусов. Да, конечно. Нет, это разные буквы. Давайте сейчас смотрите. Давайте смотреть. Бета. Альфа и бета отличаются на 90 градусов. Поймем, как это вот в нашей конструкции. Смотрите. Если я беру равноведленный прямоугольный треугольник, давайте, 90 градусов, откладываю какой-то угол фи, то сюда отложится угол фи, то же самое. Да? Правильно? Да. И вот здесь вот возникает а, здесь возникает б, здесь возникает с. и идея состоит в том, что когда я буду менять, вот я, представляю себе, фи немножко увеличил, тогда ровно на такую же величину будет увеличиваться угол бета. Согласны? То есть у меня фи увеличивается, вот это вот вращается туда, а эта штука вращается сюда. И в таком случае при увеличении фи у меня альфа будет уменьшаться и бета будет тоже уменьшаться. И наоборот, при уменьшении фи у меня будет альфа увеличиваться. Вот, все понятно. Да, вот это.